День добрый, вернее, вечер добрый. Спасибо огромное, Али, за представление. Я очень рада всех вас видеть. Сегодня у нас действительно очень серьёзная тема, как всегда обычно. У нас всегда серьёзная тема. И сегодня мы приступаем к работе. Итак, не будем терять время. Сразу начинаем конкретную ту тему, которую мы с вами спланировали на сегодняшний день. Это плагины. Ну, давайте поговорим вот сначала на какую тему. Что такое плагины вообще для блога? Вот мы с вами построили здание. Это здание огромное, большое, красивое. Всё это здание наше с вами представительство. Мы там живём. Ну вот представьте, вы живёте в этом здании, а у вас плохо работает канализация. Или у вас нет связи в этом здании. Или у вас отсутствует горячая вода. Но мне не стоит говорить о том, что, какие неприятности бывают связаны именно с тем, что вот эти вопросы решены неправильно. Вот функцию связи вашего здания с какими-либо дополнительными ресурсами, которые помогут вам нормально существовать на вашем блоге, вот эту функцию и несут плагины. Что такое плагин? Давайте мы с вами до конца доведём этот вопрос. Ну, во-первых, первое, что мы должны понять, это, наверное, начать с того, что такое шаблон. Шаблон – это то, что мы видим с вами на нашем мониторе. Мы видим созданный каким-то человеком, который хорошо знает, например, языки, такие как язык разметки HTML-код, да, который браузерный язык считается. Или PHP-язык – это серверный язык. Или стили CSS. То есть этот человек грамотный, он знает, умеет и понимает, как сделать этот шаблон. Языки мы все с вами знаем. Вот вы представьте, вы, например, знаете русский язык, да? Но мы все с вами разговариваем, ну, будем говорить по-разному. То есть у одного один словарный запас, у другого другой словарный запас. И на одну и ту же тему мы говорим с вами каждый своим языком. Вот точно так же создатель шаблона создает шаблон на этих языках собственный. И хотя язык действительно единый, но индивидуальность на каждом шаблоне присутствует. И никуда мы от этого не денемся. Есть создатели шаблона, которые создают очень хорошие шаблоны. И в них уже встроены какие-то функции, которые мы можем с вами использовать. Есть создатели шаблонов, которые создают, ну, очень простенький шаблончик. Он красивый и яркий, но функций там достаточно мало. И нам бы надо было бы в этот шаблон добавить дополнительные коды. Вот мы с вами и подошли к тому, что такое плагин. Плагин – это тот же самый код, на котором, собственно говоря, на том же языке написаны, как и создан шаблон. Но плагин, вот если вы сейчас посмотрите внимательно на слайд, то вы увидите, что плагин – это практически такой встроенный модуль. Модуль, который написан на том же самом языке, что и шаблон. Вот посмотрите, плагин. Очень много говорят о том, как правильно ставить удоверение. Кто-то говорит плагин, кто-то говорит плагин. Хотя вот люди, которые знают английский язык, понимают, что плаг – это ударение плаг идет на а. Ин – это вставить, то есть розетка. Вилка вставляется в розетку. Вот видите, здесь два таких человечка, которые вставляют. Вилка вставляется в розетку. Это вот вставляется модуль внутрь кода шаблона. Но вот то, что я взяла вот эту информацию из Википедии, Википедия говорит нам, что нужно все-таки ставить ударение на плагин. Ну вот так и будем с вами говорить правильно, так, как нам предлагает Википедия. Итак, посмотрите, теперь продолжаю свою мысль. Значит, шаблон создан индивидуальным человеком, и плагин создается тоже индивидуально. Создается так, что каждый создатель этого плагина ставит перед собой какую-то определенную задачу, пишет код, и этот код предлагает вставлять всем, кто хочет. Есть люди, которые пишут плагины платные, вот тогда эти люди очень старательно, очень чисто делают этот код. А те, кто это просто раздает, плагины, а плагинов огромное количество, для WordPress сейчас насчитывается около 10 тысяч. Около 7 тысяч официальных, около 10 тысяч неофициальной суммы идет. То есть это огромное число плагинов. И каждый создатель пишет с каким-то своим индивидуальным таким вот налетом, будем говорить. Зачем я вам так долго и нудно об этом говорю? Ситуация заключается вот в чем. Тогда, когда вы пытаетесь... Мы, помните, начинали предыдущий наш вебинар и говорили, что я буду в основном говорить об ошибках, чтобы вы делали выводы и старались не попадать под эти вот неприятные ошибки. Значит, зачем я вам это говорю? Ситуация такова. Когда молодой блогер начинает создавать свой блог, ему так хочется заполнить его дополнительными плагинами, что он вставляет, но вот все, что не увидел, ой, вот на том блоге так красиво вот это вот прыгает, бегает. Поставлю себе. А вот на этом блоге, вот там, посмотрите, такая очень хорошая подпись. Давайте мы ее тоже поставим себе. Но частенько бывает так. Взял плагин, у одного товарища встал хорошо, а у другого стоит плохо. Перекосилось все, или не видно, или вообще нет никакой реакции. Что нужно в этом плане делать? Никогда запомните. Не старайтесь перегружать свой блог плагинами. Вы должны четко понимать, что для блога, для того, чтобы он у вас хорошо продвигался, а мы с вами занимаемся бизнесом, нам не нужна игрушка, которая будет красиво сверкать, блестеть, там, я не знаю, крутиться, вертеться, на ней что-то будет показываться, музыка звучать, иногда открываешь блог, и сразу включается музыка. То есть много всяких разных там каких-то дополнений в самом шаблоне. Нам нужно, чтобы наш блог продвигался. Нам нужно, чтобы он был на передовых позициях. У нас с вами деловой бизнес-блог. Деловой бизнес-блог, первая его задача, завязанная на плагины и завязанная на шаблон, быстро и хорошо загружаться. Ни одна поисковая система не продвинет вас вперед до тех пор, пока вы не будете хорошо загружаться. Если ваш шаблон, если ваш блог медленно загружается, ваш плагин никогда не попадет на первую страницу. Поэтому запомните, на вашем блоге должно быть определенное количество плагинов, и эти плагины должны быть только необходимыми. Вот только те, которые действительно нужны для работы. Вот могу привести такой пример. Мы можем с вами поставить обыкновенный, будем говорить о таких интимных подробностях, обыкновенный унитаз в нашем туалете и нормально им пользоваться. А можем поставить такое, что там будет сверкать, блестеть, это будет излишество. Это может поставить только какой-нибудь арабский шейх. Нам это не нужно. Нам нужно в нашем офисе, вы представляете, что ваш шаблон – это офис. В вашем офисе все должно быть чисто, красиво, убрано, функционально и полезно. Никаких излишеств. Если вы бизнесмен, вы не должны лишние деньги тратить куда-либо на всякие всевозможные показушные вещи. Вот так вот глядите на свой блог. Итак, сегодня мы с вами будем говорить о тех плагинах, которые должны быть у вас на блоге обязательно. Значит, я буду называть вам плагины, показывать одни из плагинов, имеющих определенную какую-то функциональную направленность, вы должны иметь в виду и понимать, что если я говорю об этой функции, то эта функция должна быть обязательно на блоге. Но плагин может быть разным. Может быть, вот тот плагин, о котором я буду говорить, он не пройдет в ваш шаблон, но зато встанет другой. То есть вы имеете в виду, я не зря сказала, что огромное количество плагинов для WordPress, но функций-то не так уж много. Поэтому плагинов на одну и ту же функцию – тысячи, сотни, тысячи плагинов. Вы просто должны подобрать и выбрать такой, который будет комфортен для вашего шаблона, комфортен для вашего посетителя, и самое главное, вы с ним будете очень хорошо и просто справляться. Итак, первое, с чего мы с вами начнем, это мы начнем с того, как можно устанавливать плагины, то есть принципы их установки. Всего у нас три направления. Первое направление – это установка прямо из библиотеки WordPress. Вот если мы сейчас с вами посмотрим, посмотрите, вот я сейчас внутри консоли, здесь у нас в консоли есть плагины, вкладка «Добавить новый», я думаю, что вы это все хорошо знаете, и у нас здесь есть с вами возможность, посмотрите, поиска и загрузки нового плагина. Значит, мы сейчас работаем в области функции поиска, вот он, выделен поиск, вот он. Значит, посмотрите, что мы здесь делаем, мы просто очень четко и хорошо знаем, как называется плагин, мы его записываем вот в эту формочку поиска и поищем данный плагин в библиотеке WordPress. Вот, посмотрите, какая огромная библиотека WordPress. Прямо внутри здесь, вот они здесь, метки этих плагинов. Вы нажимаете кнопочку поиска плагина, и вам предлагается плагин, он обычно выставляется первым после поиска, и вы его устанавливаете и активируете. Это первая возможность установки плагина. Вторая – это загрузка в виде архива. Значит, здесь мы выходим, опять же, на вторую плашечку, здесь на вторую функцию загрузки. Это тоже у нас внутри нашего, так сказать, консоли блога. И здесь мы что делаем? Мы должны сначала на наш компьютер, на наш локальный компьютер, установить, вернее, загрузить этот плагин в zip-архиве. Вот прямо здесь написано, в zip-формате. Вот такое расширение должно быть у плагина. После этого вы ищите, при обзоре ищите этот плагин и устанавливаете его. Процесс дальнейший идет абсолютно точно так же, как и при поиске. Значит, zip-лагины, имейте в виду, что лучше всего качать с официального сайта WordPress. Почему? Потому что там все-таки они уже, ну, такие настроены конкретно и четко отработаны именно для WordPress. Там обычно бывает такая ссылочка, что последняя версия такая-то, обновлен был тогда-то, и можно его, значит, загружать. Но бывает и такая ссылочка, что два года обычно, в течение двух лет, значит, этот плагин не обновлялся. Но вам его рекомендуют установить. Не бойтесь, устанавливайте. Почему? Потому что если он находится на официальном сайте, и он два года не обновлялся, значит, код его настолько прост, что для последних версий он, в последних версиях он нормально работает. Это вторая возможность загрузки плагинов. Третья возможность загрузки плагинов – это папку WP-контент. Это для тех, кто хорошо знает свой хостинг, ну, может архивировать zip-архив у себя на компьютере, значит, вы его разархивируете сначала, а потом заходите в папку на хостинге Domains, потом ищите свое доменное имя, заходите в папку WP-контент, это WordPress-контент, и заходите в папку плагинов. И вот здесь вот я снизу сделала еще один скриншот. В этой папке вы ищете в окне обзора этот разархивированный плагин и загружаете его. И вот он у вас здесь появляется. Вот это вот все папочки, видите, вот папка Акисмета. Вот папка, например, там категории Page icons, да, вот это контактная форма и так далее. То есть вот у вас весь комплект плагинов будет здесь. Я вам советую хорошо познакомиться с этой папкой. Почему? Потому что иногда бывает так, вы загружаете свой плагин, а плагин, извините, а плагин начинает перекашивать ваш блог, и вы не можете ничего сделать внутри в консоли вашего блога. Не пугайтесь. Заходите на хостинг. На хостинге вы ищите в папке плагины, ищите этот плагин и просто его удаляете. И все у вас восстанавливается. То есть я вам могу сказать так. Вы знаете, интернет это такая очень умная вещь, очень умные настройки, поэтому бояться не надо ничего. Чем увереннее вы работаете, тем это все проще. Идем дальше. Дальше у нас с вами, я хотела показать, где вы можете найти плагины. Вот это вот первая колонка, которую я здесь показала. Это колонка у нас в консоли, да? И мы здесь видим, вот, например, такую функцию, как параметры. Вот она, функция параметры. Если мы ее раскроем, то у нас здесь очень часто появляются, то есть в основном, вернее, выложены все плашки по входу в настройки плагина. Вот, посмотрите, PayVicons, CDE настройка, гиперкэш, там, page, fill options и так далее. То есть вот они все, вот эти вот плагины, они здесь. И вы отсюда можете зайти внутрь настройки плагина. И еще где вы можете найти, вот, например, сегодня мы будем говорить о таком плагине, как плагин для оптимизации базы данных. Вы его можете найти не в параметрах, а в инструментах. То есть здесь тоже частенько бывает, попадают ваши плагины. И не пугайте, что вы его просто куда-то потеряли. И есть такие плагины, которые идут с очень большими настройками. Например, вот этот вот замечательный плагин WordPress по SEO. Он просто, видите, находится в консоли прямо отдельной плашкой. Когда вы его сюда накликните, то открывается вот такая, разворачивается панель, где идут настройки. Видите, как много вкладок у этого плагина. Вот этот плагин сейчас, я считаю, что это один из самых лучших плагинов по SEO оптимизации. Но мы его разбирать не будем, потому что надо целое занятие на него отводить. Вы можете узнать о нем на занятиях, которые, дополнительные занятия, которые я провожу. У меня целое занятие посвящено этому плагину. Вот, например, здесь видите, обе-тестирование. Вот еще один плагин. Вот Яндекс.Форма, пожалуйста. Вот она здесь стоит. То есть вот эти вот плагины можно найти еще и здесь. Итак, переходим дальше. Теперь я хотела бы показать вам вот такую вещь. Вот сейчас мы с вами видим экран нашей консоли. Там, где у нас стоят плагины установлены. Когда вы заходите сюда, обратите внимание, пожалуйста, вот на эти вещи. Вот всего плагинов 29, да? И вот здесь написано, что всего плагинов 29. Вы должны понимать, что плагины, если подходят к 30, нужно быть уже очень внимательным. То есть это уже перегруженный шаблон, перегруженный ваш блок. Поэтому больше 30 вообще старайтесь, чтобы у вас плагинов не было. Но вот посмотрите, это все 29, а активных 24. Значит, не больше. Там у вас может быть даже здесь вот во всех может быть и 32, а вот активных старайтесь доводить до 25 максимум, да? Неактивное количество, недавно активные. То есть вы можете посмотреть, что вы сделали. И вкрапления. Ну, вкрапления – это такие плагины, например, как у Акисмета есть вкрапления, которые сразу идут вместе с WordPress-овской платформой. Поэтому вот этот шаблон, он входит вот в эти активные, извините, активные 24 штуки. Вы просто должны знать, что вот этот вкрапленный плагин, он уже будет вкраплен в любой шаблон, какой бы вы ни поставили. Значит, вот здесь всегда обращайте внимание вот на эти ссылочки. Идем дальше. Начинаем говорить сейчас об обязательных плагинах. Я знаю, что многие уже знают эти плагины. Я не буду на них останавливаться очень подробно. Я просто буду говорить о том, зачем эти плагины нам с вами нужны. И если вас интересует информация по их установке более подробная, вы всю ее можете найти у меня на блоге. На моем рыжем блоге, как я говорю. Итак, первый плагин, который находится вот во вкладке в консоли. У меня Jetpack стоит такой плагин. Большой, очень. Там только одна функция у меня активирована. Я о нем вам говорить не буду. Это очень хороший плагин. Им раньше пользовался сам WordPress платформа. Потом они выложили этот плагин, усовершенствовали. Практически каждую неделю добавляют какую-то функцию. В финале, я думаю, мы придем к тому, что когда мы будем устанавливать на WordPress, на платформу, свое доменное имя, мы просто уже любой шаблон у нас будет внедрен в Jetpack, и больше нам никаких плагинов устанавливать не надо будет. Итак, вот в этом флажке у меня, вот смотрите, стоит описание. Что же это за плагин такой? Это плагин, который защищает вас от спама. Что такое спам? Спам – это тогда, когда у вас в комментарии люди пишут комментарии и оставляют две или более ссылки внутри комментария. Вот этот плагин сразу реагирует на это и отправляет в папку спама. Почему более двух ссылок, считая, две и более, сочетается спамом? Потому что комментатор иногда бывает по собственному незнанию, потому что он молодой комментатор. А иногда бывает, что человек, который пытается где-то как-то вам навязчиво что-то предложить, он начинает сбрасывать огромное количество ссылок, чтобы вы зашли на какие-либо ресурсы. Вот это не допускается. Имейте в виду, что такие комментарии, первое, что делают, они, во-первых, убирают большую массу вашего блога, а во-вторых, они замусоривают, загрязняют ваш блог. И вот Акисмет, он стоит на страже вашего блога. То есть он не разрешает, не пропускает никаких спам-комментариев. Что он еще считает спамом? Он спамом практически всегда считает другой язык комментария. Вот если ваш блог на русском языке, а комментарий оставлен на английском, на английском этот комментарий обязательно уйдет в папку спам. Что я вам могу посоветовать по этому поводу? Когда вы заходите в папку спам, а папку спам нужно проверять обязательно, никогда не удаляйте всем скопом, вот сразу же полностью, никогда не удаляйте все комментарии. Почему? Потому что частенько бывает так, что кто-то, ну просто, ну просто не знал, что нельзя оставлять две ссылки. Вы имеете право поправить комментарий. Есть такая функция, да? Редактировать комментарий. Вы можете убрать одну из ссылок, которую вы не посчитали, что неправильно вам дали эту ссылку, и опубликовать этот комментарий. То есть не надо терять своих комментаторов, надо быть к ним очень внимательным, поэтому просто-напросто папку спам никогда, ну, не пропускайте мимо. Так, знаете, вот он там у меня 54, там, 3, иногда до 100 комментариев спам попадает, и я каждый комментарий обязательно просматриваю, потому что, ну, цените людей, которые оставляют у вас комментарии. Как получить ключ? Вот видите, здесь вот у меня введен ключ Акисмета. Как получить его бесплатно? Не надо платить там никаких денег, хотя его можно купить и платным, но он и бесплатно прекрасно работает. У меня есть статья на блоге, вот вы выходите вот по этой ссылке. И легко и просто этот ключ получаете на почту. Там у меня есть такая книжечка на блоге, в юблишере сделанная, там прямо все расписано, как это делать. Еще один момент, еще одна ошибка, которую я хотела вам показать. Есть такой очень хороший плагин, который тоже задерживает спам, он называется AntispamB. Плагин хороший, но не со всеми шаблонами он хорошо работает. И очень часто делает следующее. Он закрывает вообще все комментарии. То есть люди, которые к вам приходят, они просто не могут оставить комментарии. Не просто все отправляют в спам, а он просто не дает оставлять комментарии. Поэтому я вам советую, и WordPress вам советую, потому что у WordPress всегда стоит практически, при установке сразу же установлен Акисмет. Устанавливайте Акисмет. Лучше плагина по спаму, по задержке спама, по отсеву спама я еще не встречала. Значит, вот это первый плагин, и это обязательный плагин. Еще один момент. В первую очередь вы должны понимать, что этот плагин у вас должен быть включен всегда. К чему я это говорю? Вы, наверное, помните, когда вы заходите в папку плагинов, давайте я вот сюда зайду, вот видите, у нас здесь есть, посмотрите, вернусь обратно, да, у нас есть, посмотрите, вот отлично, как раз вот Брокинг Клинт Чекер, это вот сейчас мы о нем будем тоже чуть позже говорить, видите, вот этот плагин у меня стоит в активном состоянии, он яркий, у него ссылка деактивировать или изменить. Если вы заходите в Изменить, вы заходите в Редактор, туда не надо ходить. Если вы грамотный человек, то это можно, но если вы не совсем хорошо знаете коды, лучше туда не ходить, не трогайте его, да. Значит, вот он у меня активный, если я захочу его сделать неактивным, я нажимаю сюда деактивировать, и он у меня остается вот в таком виде. То есть он у меня находится в папке, но он неактивный. Я могу его или удалить насовсем, или оставить вот в таком неактивном виде у себя в консоли. Вот видите, у меня всего их 29, а активных 24. Зачем? Почему мне 29 плагинов надо, а активных всего 24? за тем, что не все плагины нужны нам постоянно. Вот Акисмет должен быть включен постоянно. Идем дальше. Следующий плагин, который... Я, в принципе, надеялась, что уже при последней версии WordPress 3.6, потому что такие слухи ходили, что этот плагин в русской версии будет уже внедрен в платформу. Но пока я его не увидела. Вот этот плагин обязательно. Есть ЦИРТУЛАТ, есть РУССКУЛАТ. Что это такое? ЦИРТУЛАТ, перевод кириллицы на латин, на латинское название. Кириллицы, это наши с вами русские буквы, переходят на латинские буквы. РУССКУЛАТ, это тоже с русского, уходит на латинскую. Плагин очень простой, его просто надо установить, его не надо не настраивать, не активировать, ничего с ним делать не надо. Что он делает? Вот посмотрите, вот если я сделаю вот такую ссылку на сайте на русском языке, то когда я буду эту ссылку бросать, например, в чат, она у меня будет вот такая длинная, некрасивая. Каждая буква в этой ссылке, видите, здесь 4 буквы, тест, 4 буквы, 4 вот таких значка вот с этими самыми процентами. Если же у вас здесь будет ссылка длинная, то у вас будет здесь очень длинное, какое-то непонятное, некрасивое название. Вот ЦИРТУЛАТ переведет вашу ссылку вот на такой вид. И понятно, о чем речь идет, и красивая чистая ссылка получается. Значит, если у вас не стоит этот плагин, я думаю, что он у вас у всех стоит, потому что сейчас практически нет у нас таких, будем говорить, ну, начинающих блогеров, все прекрасно знают, что ссылка должна быть очень чистой и красивой. Значит, если у вас не стоит, ну, все может быть, да, то вам нужно поставить этот плагин и ставьте обязательно не РУССКУЛАТ, а ЦИРТУЛАТ, потому что если вы поставите РУССКУЛАТ, то он у вас переведет только новые ссылки. А старые переводить не будет. А ЦИРТУЛАТ переведет у вас все ссылки на логин. Значит, вот это второй плагин, который должен быть у вас обязательно включен и должен быть обязательно на блоге. Третий плагин, который тоже еще пока нужен. Последние алгоритмы поисковых систем говорят о том, что сейчас не надо бояться перехода по ссылке, который у вас есть в публикации, на какие-то большие ресурсы. То есть такие переходы поисковая система отмечает как вашу экспертность. То есть вы понимаете, если это у вас очень хороший такой релевантный переход, то есть адекватный, будем говорить, правильный переход, по этой ссылке обозначен, то тогда поисковая система скажет, поймет, что раз вы действительно правильно отправили своего посетителя на какой-то очень серьезный ресурс, то он вам зачтет это в плюс. Но таких ссылок не должно быть у нас открытых много на блоге. Что значит открытая ссылка? Открытая ссылка – это такая ссылка, которая может увести, значит, массу вашего блога на какой-то более крупный блог. Вот посмотрите, мы в реальной жизни хотим быть стройными и красивыми. А вот наш блог, наоборот, он хочет быть жирненьким, толстеньким, увесистым, с большой массой. И чем больше у него будет такая масса, тем для него будет лучше, тем он быстрее будет продвигаться. Я могу привести такой пример. Вот вы возьмите шарик от пинг-понга, да, и мячик от большого тенниса. Шарик от пинг-понга забросить далеко рукой очень тяжело, он легкий. А теннисный мяч бросить рукой далеко очень просто, он тяжелый. Вот по этому принципу у нас работает продвижение блога. Чем он тяжелее, блог, тем он быстрее продвигается. А вот когда ссылка открытая, то масса вашего блога, он худеет, он оставляет, уходит эта масса с вашего блога. Вот для того, чтобы такая масса не уходила, и для того, чтобы вы, так сказать, не мучились тем, что вам надо каждую ссылку будет закрывать вручную, существует такой вот плагин, wp-wordpress-no-ref. Что такое ref? Ref – это реферальная ссылка. Нет реферальной ссылки. Вот так вот переводится. Посмотрите, вот если я вам здесь, вот сейчас вы прочитаете, то вы увидите здесь вот это настройки этого плагина. Значит, он закрывает, дает тег noindex. Noindex – это такой тег, который практически закроет все предложение, весь текст. И атрибут nofollow. Nofollow – это атрибут, который становится внутри вашей ссылки. Значит, посмотрите, что делает данный плагин. Данный плагин закрывает все, весь текст ссылки, плюс еще внутри этой ссылки становится атрибут noref. То есть тот, который закрывает вот эту самую ссылку. И что происходит? Происходит следующее. Поисковая система приходит на блог. Она видит, что у вас есть такая ссылка, но она понимает, что масса с этой ссылки не уйдет. А раз масса не уходит, она ставит вам зачет. Масса вашего блога осталась прежней. Вот этот плагин я вам советую поставить. Вот здесь вы можете, например, помните, вот есть такой, может быть, встречали, когда люди говорят вам, что вы оставьте, например, такая пометочка есть у блогера, да, блог очень много весит. И с этого блога вы можете получить дополнительную массу и открытую ссылку, если вы оставите комментарий. В комментарии мы всегда оставляем адрес своего блога, да. Так вот, иногда пишут владельцы блогов, что оставьте там 4 комментария, и я открою ваши ссылки. То есть они не будут закрыты вот этими ноуиндексами, ноуфалом. Как они открывают эти ссылки? А они делают вот сюда вот, вот в это окно. Вставляется через запятую, вставляется адрес ваших ссылок, ваших блогов. И эти блоги открыты. Человек посчитал, 4 комментария оставили. Могу здесь поставить. И он здесь пишет ваш блог. Вот точно так же вы можете работать, собственно говоря, и со своими посетителями. То есть вы можете, это, конечно, тогда, когда ваш блог уже будет иметь какую-то маску. Я все ссылки практически открываю комментаторов, чтобы, ну, как-то, я не боюсь потерять массу. То есть, ну, вот для текста это очень-очень удобная такая вот вещь. Итак, понятно, да? Это у нас еще один плагин. Так. На все вопросы я вам отвечу чуть позже, да? Так, идем дальше. Это еще один обязательный плагин, который должен стоять у вас на блоге. Значит, мы с вами должны знать и очень четко понимать, что на нашем блоге у нас должен быть путеводитель для наших посетителей. То есть карта сайта для нашего посетителя. Мы делаем все, что возможно для удобства посещения нашего блога. И вот, чтобы это удобство было соблюдено, наша задача обязательно установить на блоге карту сайта. Карта сайта много. Есть такие, например, карты сайта, которые включают в себя две карты. Карта для посетителя и карта для поисковой системы. Я всегда разделяю карту сайта. Вот карту сайта PS Auto Sight Map, вот я считаю, одной из лучших карт сайта. Устанавливается она просто. Посмотрите. Вы берете ID своего, своей странички, где у вас будет карта сайта. Короче говоря, вы создаете свою страничку, пишете там, что эта страничка у вас карта сайта будет. Предварительно перед созданием странички вы заходите в наш вот этот вот редактор плагина, копируете вот этот вот код, вот, вставляете его, вот я здесь показала, во вкладке текст. Вот он здесь вставляется. То есть не там, где визуально, а именно в тексте. Вы называете свою эту страницу, которая у вас будет карта сайта, определяете ее ID. Вот здесь у вас в всплывающем окошечке будет показана ID вашей карты сайта. Или может быть шаблон будет поддерживать это. Вносите это ID вот сюда. Вот видите, вот у меня 16. То есть первое, что я сделала на своем блоге, это установила карту сайта. И вот 16 ID странички, 16. Все, я выбрала, что у меня в первую очередь печатаются посты. Потом у меня идут комбинации с рубрикой вместе. Вот, поставила галочки. Я написала, что у меня нелимитированная карта сайта будет. То есть я не буду ограничивать ее в количествах. Я выбрала внешний вид этой карты сайта. Вот выбирается, вот у меня индекс стоит. А тут их этих внешних видов штук 10, наверное, да. И посмотрите, я сюда вот имею право вставлять, вот видите, странички свои, созданные странички, те странички, которые я не хотела, чтобы они отображались в карте сайта. Например, вот само содержание, видите, под цифрой 16 у меня идет. И саму карту сайта я тоже не хочу, чтобы она отображалась. Поэтому я ее тоже сюда внесла. И я это сохраняю. И вот такая вот у меня карта сайта, вот она такая карта сайта у меня появляется. То есть видите, здесь блог Смирнова Ирины, вот эта рубрика SEO и пошли статьи. То есть вот эта карта сайта, она очень-очень такая наглядная, очень удобная, будем говорить так. Идем дальше. Мы создали карту сайта для человека. То есть мы о нем подумали. Но мы должны подумать о собственном блоге и о поисковике. У нас три игрока на поле интернета. Мы с вами блогер, поисковая система и посетитель. Вот о посетителе мы подумали. Теперь нам нужно подумать о поисковой системе. Вот для поисковой системы есть такая карта, называется XML. Вот там, где написано карта сайта, есть вот такая аббревиатура. Это исключительно карта сайта для поисковой системы. Вот она прям конкретно, эта карта сайта идет для WordPress с 329. Сейчас у нас 36. Вот с 329 она идет еще, то есть это ее версия. То есть она, последняя версия будем для WordPress. WordPress с 329, эта карта сайта действует. Итак, что мы здесь с вами настраиваем? Да мы практически здесь ничего не настраиваем. Вот в этом тут много настройок. Сейчас я вам всех покажу. Основные настройки. Но вот здесь мы ничего не настраиваем. Почему? Потому что здесь у нас уже все в настройках есть. И когда вы все это сделаете, вы только можете увидеть, что вот какие поисковые системы будут информированы. Первая поисковая система это Google, и вторая поисковая система это Bing. Значит, я вам сразу хочу сказать, что у нас вот эта карта сайта XML, это карта сайта только для двух поисковых систем. И других карта сайта нет. Для Яндекса у нас будет робот TXT и некоторые настройки файла HTSS. Значит, это уже позже. Но вот эту вот часть вы должны обязательно сделать. Давайте посмотрим, что же на что мы здесь должны обратить внимание. Выбор приоритета статьи. То есть у вас на вашем блоге должны быть отправлены. То есть это дается информация для поисковой системы, что у вас появилось что-то новое на блоге. Вот приоритет статьи вы должны здесь выбрать самостоятельно. Посмотрите, какие бывают приоритеты. Вы не используете автоматическое вычисление приоритетов. Все статьи будут выдаваться так, как это задумано вот этим плагином. Вы можете поставить здесь чекбоксик, и тогда будут в первую очередь определяться статьи и выдаваться, в которых большое количество комментариев. Не советую вам на начальном этапе этого делать. И то же самое среднее количество комментариев. Оставляйте автоматическое вычисление приоритета. Дальше. Расположение вашего файла с картой сайта. Автоматическое определение. Вот он у вас будет. Вот в таком виде будет расположен. Видите? Сайт Мэп ХМЛ. Вот правильное название его. Дальше, что мы еще здесь должны настроить? Мы должны настроить содержание карты сайта. Вот когда мы пишем робот ТЭКСТ, и вот эта карта сайта, она убирает дубликаты с наших блогов. Что такое дубликаты? Мы с вами публикуем статьи на блоге. И мы говорим всегда, что наши статьи должны быть уникальны. Нигде больше не должно быть такой статьи. Тематика может быть одинаковая с множеством блогов. Но все равно это должно быть написано лично от вас. И у нас есть даже специальная программа, которая это проверяет. Так вот, вы должны создать чисто уникальную статью. Сто процентной уникальности. Но когда вы такую статью публикуете, у вас эта же статья публикуется, например, в архивах. У вас эта же статья публикуется там в рубриках, отдельно открывается. У вас там открывается в метках. То есть у вас получается, что на вашем блоге вы сами плодите копии своих статей. И в этом случае, ведь у нас робот проверяет, ваши статьи уже не будут уникальными. Поэтому, что вы оставляете для того, чтобы карта, чтобы поисковик видел. Посмотрите, он видит вашу домашнюю страницу. Что такое домашняя страница? Домашняя страница – это ваша главная страница. На главной странице мы пишем анонсы. Ни в коем случае нельзя публиковать полную статью. И анонс должен быть короткий. Только короткий анонс не даст информацию о том, что вы написали плагиат. Вы включаете все статьи свои, да? Вы включаете статические страницы. Раз, два, три. Вы не включаете категории, архивы, страницу авторов, страницы метод. То, что вы там где-то, вот то, что у вас исключено в определенных файлах, вы тоже вот эти вещи, вот это здесь не включаете. То есть раз, два, три. Все больше вы ничего не включаете. Что вот это такое? Вот это модифайл, так называемый, время, время реакции вашей карты сайта на вашу публикацию. То есть когда вы опубликовались и когда, то есть чтобы как можно быстрее карта сайта давала информацию в поисковой системе о вашей публикации. Значит, вот здесь вот галочку тоже обязательно ставим. Идем дальше. Теперь исключаем, эксклюдат, видите, рубрики. То есть те рубрики, которые не должен видеть поисковая система. Уберите без рубрики. Без рубрики обычно в этой рубрике у нас что стоит всегда? У нас здесь стоит информация, например, поздравления какие-то там с днем 8 марта, с Новым годом и так далее. То есть вот то, что вы включаете без рубрики, не надо, чтобы видел ваша поисковая система. То есть мало того, что она вообще рубрики не будет смотреть, она еще не будет смотреть статьи, которые входят в безрубрики. Идем дальше. И приоритеты. Вот те приоритеты, которые у вас установлены по умолчанию, оставляйте их. То есть вот, например, архивы страницы метод я вообще по нулям поставила. Минимальный приоритет статьи 0.2. Главную страницу, что в первую очередь видели единицу, статьи 0.8. То есть вот таким вот образом. Ну, страницу авторов еще немножко оставила. И вот это вот, обновить параметры. Посмотрите обязательно. Значит, вот этот плагин обязательно должен быть. Какой же еще плагин должен быть обязательно включен? Мы говорили с вами о скорости загрузки. Скорость загрузки зависит, знаете, от чего? Скорость загрузки зависит не только от того, сколько плагинов на вашем блоге, но она еще и дает скорость загрузки для вашего посетителя заключается в том, что есть ли у вас создание на вашем блоге кэша. Что такое кэш? Вот представьте себе, что мы как обычно говорим, человек посетитель пришел к вам на блог. Он кликает по вашему доменному имени, то есть он хочет выйти на ваш блог, и вы думаете, что открывается тот блог, который вы только что сейчас создали. Нет. Поисковая система забрала всю информацию с вашего блога и уложила к себе на сервер. И уложила она ее в виде кэша. Но об этом мы будем чуть говорить попозже, но плюс ко всему еще точно такой же кэш, то есть вот как она увидела ваш блог, например, вчера, вчерашний ваш блог увидала, да, она этот блог индексировала и убрала на сервер и на хостинг. И вот на этом хостинге лежит эта копия. И когда человек приходит к вам за информацией о вашем блоге, то открывается не тот блог, который вот вы сейчас сделали, а открывается тот, который сохранет вот там в виде кэша на хостинге. Вы знаете, что такое кэш, потому что вы наверняка чистите кэш в браузере. Это тоже браузер сохраняет эту информацию, которую, чтобы быстрее открывать, то есть чтобы быстрее работала вот эта система открытия. Значит, вы делаете каким образом? Ваша задача, чтобы на вашем блоге обязательно стоял или плагин гиперкэш, или плагин суперкэш. У меня на одном блоге для информации стоит такой, для работы стоит суперкэш, то есть для показа учащимся. На втором блоге стоит гиперкэш. Оба работают прекрасно. Настройки у суперкэш посложнее, у гиперкэш попроще. Но посмотрите, вот, обратите внимание, вот сюда здесь написано тайм-аут кэширования страниц. 1440 минут. Это практически сутки. Значит, каждые сутки страничка, которая вами была открыта, каждые сутки сохраняется в течение суток. И вот возникает такой частенько вопрос. У тех людей, у которых на блоге стоят эти плагины, люди что-то делают на блоге и никак не могут понять. Они сделали, выходят на блог, а ничего не появляется. И вот мучаются, вот выясняют, у меня все плохо, у меня все не так, у меня блог плохо работает. На самом деле нет. На самом деле просто ваш плагин держит этот кэш. Поэтому вам нужно просто зайти внутри этого плагина и нажать вот на эту кнопку. Почистить кэш. И у вас уйдет вся информация старая, появится информация новая. Вот гипер-кэш отличается от супер-кэша тем, что в супер-кэш надо заходить и чистить, а в гипер-кэш есть такая настройка, где вы пишете, если я, вот я, хозяин блога, делаю что-то новенькое, то, пожалуйста, показывай мне сразу то, что я сделаю. Но все равно иногда бывает, что все равно надо зайти и здесь почистить. Значит, это еще один плагин. Он помогает очень быстро загружать ваши странички, и поэтому он очень важен для вашего посетителя. Вы сами понимаете, что когда у вас очень плохо открывается какой-то блок, вы просто с него уходите. Сейчас наш посетитель Терапыга, он все время куда-то спешит. Поэтому ваша задача обязательно установить у себя вот этот плагин. Следующий плагин, который очень важен, и который обязательно должен стоять, это Platinum SEO. Я знаю, что вы знаете такой плагин, как All-in-One SEO Pack, но более такой уровень, вышестоящий будем говорить, это Platinum SEO Pack. Это вот еще один плагин, который нам более такой, лучше настраиваем, быстрее настраиваем и лучше работающий, будем говорить так. Итак, посмотрите внимательно, что мы здесь видим, зачем нам этот плагин нужен. Мы о нем будем немножечко поподробнее говорить на следующем занятии, у нас во вторник, тогда, когда будем говорить об оптимизации блога. Вот этот плагин содержит очень большие настройки. Вот здесь, в этом плагине, мы даем, убираем очень много всевозможных дублей для Яндекса, вообще для всех практических систем, поисковых. То есть, вот посмотрите, вот этот плагин, это ваш помощник, который тоже защищает ваш блог от, ну, такой неправильной оптимизации. Что такое SEO-оптимизация? Это Search Engine Optimization. Search – это поиск, engine – машинный. Оптимизация, понятно, да? То есть, мы с вами занимаемся, будем заниматься, вернее, оптимизацией нашего блога под роботы. И вот для того, чтобы робот понимал, о чем здесь идет речь, мы с вами должны заполнить вот эти три поля. Вот это поле, вот, которое мы здесь с вами показываем, это здесь заполнение идет нашего семантического ядра. Что это такое, поговорим на следующем занятии. Но этот плагин должен быть обязательным. Теперь смотрите, кроме того, что мы с вами можем работать, то есть, для всего блога сделать настройки в этом плагине, у нас с вами есть возможность делать настройки на каждую нашу публикацию. Вот здесь мы, каждой публикацией мы формируем, как нам нужно, формируем название нашей публикации, делаем описание, и здесь мы разрешаем поисковой системе или просматривать наши записи, и смотреть ссылки, или вообще их можем запретить. То есть, вот об этом плагине будем говорить чуть позже, то есть, в следующий вторник будем говорить более подробно. Дальше, следующий вопрос. Вот мы теперь переходим к плагинам, которые у нас находятся постоянно в неактивном состоянии, но которые надо периодически включать. Вот этот плагин называется плагин оптимизации базы данных. Опять же, для чего он нужен? Он нужен нам исключительно для того, чтобы наш блок как можно лучше загружался, как можно быстрее. Поэтому мы заходим, активизируем его. Он у нас устанавливает. Он очень... Там ничего абсолютно не надо делать. Ваша задача только раз в неделю зайти и нажать вот эту кнопочку. Оптимизировать сейчас. Он у вас всё установит, уложит, уберёт лишнее, соберёт, укомплектует там, фрагментирует и так далее. Всё сделает в вашей базе данных и даст вам отчёт. Сделали, зашли в плагины установленные, деактивировали плагин и до следующей недели. Понятно, как мы с ним работаем? Обязательный плагин. Следующий плагин обязательный. Плагин. Никак не могу, привыкла говорить плагин. Итак, Revision Diet Options. Вот этот плагин, я, например, его заменила кодом внутри блога. Что это такое? Когда мы с вами что-либо публикуем, мы опубликовали. Потом где-то что-то ошибку нашли, зашли, исправили, ещё раз опубликовали. И так мы можем делать 20-25 раз. Вот я не могу, у меня нет ни одного блога, я не могу вам показать, что такое ревизия. Но вы очень часто, редакции, вы очень часто можете увидеть, что в конце, за статьёй, есть такое, такое окно, где написано редакцию. Ваши редакции. И там их бывает иногда от 20 до 25 штук. А они, это тоже копии ваших статей, которые лежат внутри блога, и которые мешают работе вашего блога. Значит, их надо просто-напросто убрать, удалить. Вот для этого вы устанавливаете Revision Diet Options. Он у вас устанавливается, он называется Revision Diet, без options. Это вот опция, здесь уже мы с вами заходим. Вот здесь вы ставите ту цифру, то есть ту цифру, которую, то количество редакций, которую вы бы хотели здесь, собственно говоря, иметь. Ставите Update, и никаких проблем у вас нет. У вас будет только две последние редакции ваших статей. на страницах он не убирает редакцию. Для того, чтобы убрать на страницах, нужно устанавливать код. Как это делать? У меня есть статья на блоге, вы можете там ее найти. Идем дальше. Еще один, точно такой же плагин. Значит, тот плагин у нас работает постоянно, а вот этот плагин у нас работает, мы в неактивном состоянии стоим, но его тоже точно так же, как датабазу вам надо включать один раз в неделю. Что вы здесь видите? Вы здесь проверяете неправильные ссылки на вашем блоге. Это тоже такой пунктик, который очень не любят поисковые системы. То есть они понимают, что у вас какой-то хлам на блоге или висит. А этот хлам на блоге, значит, вы плохой хозяин. А если вы плохой хозяин, значит, минус вам большой. Вот чтобы этого не было, ваша задача включать, он называется, забыла, как он называется, этот плагин, ссылки, неправильные ссылки. Вот он здесь написан, неправильные ссылки. Вот видите, в инструментах OptimizeDB и неправильные ссылки здесь у меня. Значит, вы заходите сюда, включаете его, он у вас определяет количество неправильных ссылок, и вы можете с этими ссылками работать. Ну, например, или вы захотели, отредактировали это URL, или вы удалили ссылку на совсем, или вы посчитали, что она у вас не битая, это так называемые битые ссылки, и не обращать внимания. То есть вот, вот эта вот информация, вы каждую ссылочку должны проработать, посмотреть, от кого она, узнать, например, если у вас вот эта вот 404 ошибка, то это ошибка вашего, того человека, который написал эту ссылку. 503 ошибка, это статус 500, это статус ошибки сервера, и вполне вероятно, что это вот сейчас, единовременно этот статус, или вполне возможно, что блок уже рухнул здесь. То есть вот эти вот вещи надо проверить. Вот здесь сервер не открыл эту ссылку. Почему? То есть вот это вот все надо проверить, и лишнее все надо удалить. Значит, этот плагин у вас должен быть в неактивном состоянии, вы его только включаете из ректа. Итак, значит, останавливаемся мы вот на чем сейчас. Вот посмотрите. Вот то, что я вам сейчас говорила, это очень важный момент, который заключается в том, что как быстро загружается ваш сайт, и как это проверить. Есть вот такой ресурс, вы просто на него выходите, у меня тоже статья есть, и здесь вы загружаете информацию о своем блоге. То есть сначала у вас идет информация вот о таком плеере. Вот посмотрите, здесь видите, вот ссылка идет, player.fm. Сначала вы, здесь будет написано прямо http player.fm. Вы устанавливаете, кликаете вот на эту клавишу, и у вас начинается проверка загрузки этого плеера. Вот этот плеер, он является стандартом. То есть для нормы лучший оптимальный вариант, когда это где-то 3 секунды загрузка. Видите, вот здесь 3,8. Но с какими-то проблемами в интернете вот этот плеер загружался 3,8 секунды. То есть вот в этих пределах точно так же должен загружаться и ваш блог. Сначала вы записали здесь player.fm, а потом, когда идет загрузка, пять раз идет загрузка, высвечивается средняя величина, вы вот в этом окне пишите адрес своего блога. Вот видите, у меня блог проверялся. Последняя загрузка была 3,45. Вот финиш, видите. А средняя величина 3,91. Это нормальная загрузка. Но я уже перестала, это я специально зашла для того, чтобы сделать скриншот. Я перестала делать это уже на этом ресурсе. Почему? Потому что у меня вот в коде установлено, вернее в шаблоне установлена вот такая информация. Я прокручиваю до конца свой блог. Видите, вот это футер моего блога. И вижу здесь количество запросов и количество, и время загрузки 0,780. То есть вот это вот нормальная такая загрузка. И так я при каждой открытии блога могу проверить, как быстро он загружался. И если я вижу, что здесь какая-то загрузка идет неправильно, что-то идет не так, я сразу начинаю выверять, в чем же дело. Как я это выверяю? У нас плагины несут очень большую нагрузку на блог. Поэтому существует еще один плагин, который должен у вас обязательно стоять. Это P3. Плагин Performance Profiler. Что он делает? Он проверяет, выясняет, какой плагин на вашем блоге, какой его процент загрузки, что нужно убрать, что лишнее. Вот посмотрите, что здесь есть. Вы заходите, устанавливаете этот плагин, нажимаете клавишу Start сканирования, и он начинает проверять полностью весь ваш блог. Он проверяет, выдает вам, что сейчас у вас вот в тотальное количество активных плагинов 23. Время загрузки всех плагинов 0,206. То есть меньше 3 секунд. Это у меня заняло от всей загрузки плагинами 35,2%. Это доля за временем загрузки, которая ушла на загрузку плагинов. Это хорошие проценты. Значит, вам нужно, чтобы здесь было хотя бы до 40, 45. Но лучше вот где-то в районе 35, 38, вот так вот, до 40, короче говоря. И вот еще одна цифра. Цифра MySecurity запросы. Вот предыдущие мы с вами смотрели, видите, вот есть ее такой 67 запросов вот здесь написано. Вот они здесь показаны, 75 запросов. Что такое 75 запросов? А это на ваш сервер делаются такие запросы. То есть сам блок очень большой и такие каждый запрос имеет определенную маску. То есть будем говорить как вагончики. Вот вагончик туда-сюда ездит, туда-сюда ездит и вывозит эту массу вашего сервера. Вот столько раз ваш количество, такое вот количество вагончиков вывозило ваш блок для того, чтобы его можно было показать. Вот что такое, ну, конечно, приближенные, грубо будем говорить, MySecurity вот эти вот запросы. Значит, чем меньше вот эта цифра, то есть чем лучше упакована информация на вашем блоге, плотнее, да, тем меньше у вас вот этих вот запросов. Это, ну, такое желательно, чтобы было как можно меньше. Там 60 с чем-то, 70, ну, до 80. Как вы видите, ну, это вот, как только вот эта цифра будет большая, так и вот эта цифра сразу будет увеличена. То есть вы вот эти вот вещи все обязательно просматриваете. А потом есть такие вкладки. Вот видите, вот это вот мы видим общую информацию, вот это детализация. Вы пройдете по этой вкладке и каждый плагинчик просмотрите, сколько он взял, какую он взял информацию, какие плагины нужно убрать. Значит, вот этот плагин, вы его используете тоже, ну, раз хотя бы в две недели проверяете, все ли у вас правильно. Но самое главное, как только вы установили какой-то новый плагин, первое, что вы должны сделать, это активировать P3 и проверить, какую массу этот плагин уже потянул. Это тоже обязательный плагин, который должен у вас стоять на блоге. Итак, вот, наверное, все те плагины, о которых я, ну, обязательные, будем говорить, плагины, которые должны у вас быть. А теперь вот я хотела показать вам вот такой скриншот. Значит, я могу сказать вам из собственного опыта, что самые-самые тяжелые плагины, это плагины, которые завязывают ваш блог на социальные сети. Бывает очень часто, человек очень хочет быстро продвинуться и устанавливать в себе множество плагинов по социальным сетям, и финал получается плачевный. Он никак не может попасть на первые страницы. Люди, которые даже приходят в социальных сетей, они не видят, так сказать, ну, загрузка идет долгая, и финал получается, что просто люди уходят. То есть не перестарайтесь с плагинами социальных сетей. Какой есть выход? Вы должны определить, какой у вас блок. Вот у меня два блока. Первый блок у меня рыжий, вы, наверное, его знаете, да? И второй блок вот такой вот голубой блок. Вот первый блок у меня образовательный, будем говорить. Куда приходят люди за какой-то информацией, информационной. А вот этот блок, он информационный, но он больше коммерческий. То есть ближе сдвинут коммерции. Здесь я веду речь о своем бизнесе. Значит, я здесь поставила или шаблон, в котором уже внедрены большое количество плагинов. Например, вот у этого шаблона есть такой плагинчик маленький, стоит стрелочка, которая поднимает вверх. У этого шаблона есть, например, фейвикон, который сразу можно сразу здесь установить. То есть масса плагинов вообще здесь можно не устанавливать. Здесь очень хороший шаблон заключается в том, что здесь мы, видите, вот прямо кнопки социальных сетей, они внедрены в шаблоне. И вам плагин не надо установить. Шаблон прекрасно загружается. Вот если вы такой шаблон найдете, это очень и очень хорошо. Вот для коммерческих целей это замечательный шаблон. Сейчас очень много шаблонов, в которых вот эти вот кнопки уже внедрены внутрь шаблона. Идем дальше. Смотрите, чтобы вы, то есть у вас вот эти вот шаблоны есть, чтобы вы не загружали плагины, загружайте виджеты. В колонку устанавливайте виджеты вот от Google, встаньте в круг и выход сразу на вашу информацию. Например, YouTube, пожалуйста, здесь сразу можно выйти. Facebook на вашу страничку выход. То есть вы загружаете не плагины, а виджеты. Тогда ваш блог будет хорошо продвигаться. Итак, еще раз повторяю следующее, что те плагины, которые обязательно я говорила, активные и неактивные, они должны стоять у вас на блоге без социальных сетей. Мы никуда не денемся, они нам нужны, но помните, что они всегда очень перегружают блог. Поэтому ваша задача такая, протестировать количество плагинов на блоге, их должно быть 23-25 активных, да, проверьте скорость загрузки своего блога, проверьте долю загрузки приходящегося на плагины, это вот плагином P3, и не жалея вообще, не плача, не стеная, что это такой красивый плагин, удалите ненужные плагины или замените их более легкими. Еще один момент хочу сказать. У всех шаблоны разные. И бывает так, что одного плагин тяжелый, и этот же плагин у другого человека легкий. Это зависит от кодов самого шаблона. Поэтому проверяйте все самостоятельно сами. Не слушайте со стороны никаких советов. Каждый плагин установили, проверили плагином P3. Итак, на этом я заканчиваю. Конечно, про плагины можно говорить очень долго и очень много. У нас с вами час, мы и так, я уже вас на 15 минут задержала, будет по Москве. И посвящено оно будет оптимизации статьи. Я не знаю, как мы с вами уложимся в это занятие, но мы будем очень-очень стараться. Всего доброго!